Итак, у нас сейчас 17 часов по московскому времени и каждый понедельник мы проводим презентационный вебинар компании Skyway Capital, в котором мы рассказываем о возможности стать совладельцем новой инновационной транспортной технологии, стать инвестором проекта. Ну и прежде чем узнать во что же мы можем инвестировать, каким способом мы это можем сделать, конечно же речь идет сначала непосредственно о той технологии, кратко что она из себя представляет, чего мы достигли на сегодняшний день, так как проект, который называется проект группы компании Skyway, на сегодняшний день он уже двигается по миру с января 2014 года и у нас есть большое количество успехов, которым мы хотели поделиться и на сегодняшнем вебинаре в том числе, хотя те из вас, кто внимательно следят за новостями, наверняка каждый день могут зайти на сайт нашей компании либо в личный кабинет в раздел новостей и увидите ту информацию, которую выкладываются у нас практически ежедневно. Итак, друзья, мы сегодня с вами говорим об инновациях и об инвестициях. И действительно, та технология, которой кратко мы с вами будем в первой части говорить, это та технология, которая внесет значительные изменения в нашу с вами жизнь, потому что те транспортные технологии, которые мы сегодня с вами используем, а мы, как еще раз я говорю, что ведем речь непосредственно о транспорте, имеют определенные достоинства и недостатки, но давайте так еще раз я немножко упустил. Прежде чем начнем наше движение, хотелось бы все-таки уточнить, мне часто пишут, что не очень хороший звук, поэтому если меня слышно хорошо и видно слайды, которые у нас на экране нашего монитора, просто поставьте плюсики. Если вы напишите еще и города, страны, с которых вы присутствовали в вебинаре, вы знаете, я не обижусь и даже поприветствую это. И еще, наверное, хочу добавить, что информация, как я вам сказал, будет дана кратко сжата, потому что огромный объем информации можно найти на наших информационных ресурсах в интернете, на наших лендингах, на наших сайтах. Непосредственно на сайте www.nizki.com – это сайт нашего генерального конструктора, это сайт руководителя нашего проекта Анатолия Дородовича Ницкого. Там очень подробно рассказывается о технологии, вплоть до, скажем так, до выводов формул многоэтажных. Это для тех людей, которые любят, скажем так, копать ниже самого грунта, как мы говорим. Итак, друзья, я смотрю, что плюсики в чате появились, еще маленькое дополнение. Просьба, те вопросы, которые у вас появятся, у нас будет блок информации, видео, наверное, в течение которых вы можете обдумать свои вопросы и все-таки постарайтесь задать их в конце, то есть не прерывать в течение самого вебинара. А в конце мы постараемся ответить на большинство вопросов, которые вы озвучите, потому что трансляция у нас сегодня с вами идет не только в Комнате Мирополис, но параллельно она осуществляется еще в целый ряд соцсетей, в которых также присутствуют те люди, которые пришли на наш вебинар. И вопросы, которые будут заданы в тех соцсетях, мне тоже передадут, я постараюсь на них ответить. Итак, друзья, мы с вами имеем на сегодняшний день четыре транспортные системы, которые используем уже более ста лет. Такие транспортные системы, как автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт и самый древний из них это водный транспорт. Каждая из этих систем имеет определенные преимущества по отношению друг к другу, но у них есть целый ряд недостатков и большое количество, кстати, недостатков общих. В первую очередь, какие проблемы, скажем так, создает современный транспорт для людей, проживающих в мире? Ну, давайте сразу с вами посмотрим на слайды, которые сейчас вы видите на экране. Первое, это, конечно же, проблемы экологии, потому что практически все транспортные средства, которые сегодня используются, может быть, за исключением, скажем так, небольшого количества электромобилей, оказывают влияние на окружающую среду. То есть выбрасывается большое количество отработанных выхлопных газов, опять же, не переработанные остатки топлива и так далее, и так далее. Все это ухудшает состояние окружающей среды, потому что все эти, скажем, отравляющие вещества попадают в воздух, попадают в воду. И в итоге, скажем, то, что мы пьем, чем мы дышим, ну, очень сильно отличается в худшую сторону, чем то, что было, например, там 100-150 лет назад. То есть экология страдает от современных транспортных систем. Далее, можно ли наш транспорт, который мы сегодня используем, назвать абсолютно комфортным и абсолютно мобильным? Наверное, нет. Потому что в большинстве своем, вот я, например, живу в Подмосковье, и для того, чтобы приехать на работу, у меня два вида транспорта я использую. Это железнодорожный, ну и метро городское, да, фактически и то, и то рельсовый транспорт. Но у нас огромное количество людей, которые перемещаются от дома до работы на трех и более видах транспорта. Это маршрутки, автобусы, троллейбусы, трамваи там и так далее, и так далее. Плюс то же самое метро и железные дороги. И зачастую перемещаться приходится в очень душных вагонах, будь то метро, будь то электричек. Стоять порой приходится на одной ноге, очень тесно, да, и поэтому комфорта фактически никакого. Плюс ко всему мы, те, кто иногда использует авиационный транспорт, да, то есть сейчас появились огромное количество возможностей заказывать себе билеты посредством интернета, оплачивать и приезжать на регистрацию, только получать, скажем так, посадочные талоны, но все равно приходится, как вот здесь на слайде, отстаивать большие очереди. И порой это длится, скажем так, от нескольких десятков минут до нескольких часов, да, для того, чтобы мы могли попасть на посадку. Опять же, успеть зарегистрироваться и получить свой посадочный талон, нужно не позднее, там, часа, либо сорока минут до вылета самолета. Обычно регистрация за сорок минут до вылета заканчивается. Нужно успеть попасть в самолет, да, часто паспортный контроль занимает тоже определенное количество времени, то есть все в спешке, все в очереди и так далее, и так далее. Что еще хотелось бы отметить, одна из основных проблем всех транспортных систем на сегодня, практически все они являются опасными для людей, которые перемещаются в этих видах транспорта, будь то водный, автомобильный, железнодорожный, либо воздушный транспорт, неважно. Все они несут себе скрытую угрозу для людей, которые находятся как внутри транспорта, так и людей, которые находятся вне его, да. Ну, наверное, самый аварийный и самый опасный транспорт на сегодняшний день, это автомобильный транспорт, и, как говорит часто Анатолий Дарович Юницкий, что за год автомобильный транспорт убивает большее количество людей, чем те орудия убийства, которые создают военно-промышленные комплексы целого ряда стран. Чем автомат Калашникова, например. Порядка миллиона людей каждый год погибают в различных авариях и катастрофах в разных уголках земного шара. Что еще хотелось бы отметить, то есть, неважно, говорим мы о пассажирском транспорте, либо о перевозке грузов, например, каждый год мы наблюдаем следующую картину, что стоимость перевозок только растет. Я ни разу не замечал, даже при условии того, что у нас были, скажем так, моменты в жизни за последние годы, что топливо снижалось в цене, но это никак не отражалось на стоимости в меньшую сторону перевозок, скажем так, пассажиров, либо перевозки грузов. То есть, это, скажем, небольшой перечень проблем, которые я озвучил, на самом деле их гораздо больше. И действительно, если мы ничего с вами не будем менять сегодня, если, скажем так, еще 10-15 лет будем жить той ситуацией, которая у нас сегодня окружает, транспортные технологии, те, скажем так, индустриальные системы, которые существуют в мире на сегодняшний день, то мы можем достичь ситуации, когда будем ходить по территории нашей планеты в противогазах, и дай бог это может довести, точнее не дай бог, это может еще привести к изолирующим противогазам, хотя вот изолирующие противогазы они используются в граничных видах деятельности человечества, например, у пожарных. Да, и дышать тем воздухом, который есть в изолирующем противогазе, вы можете, ну там минут 40, максимум там до 60, потом вам придется его снять, потому что он отработает тот гипколитовый патрон, который стоит в этом противогазе и так далее, и так далее. Так вот, логичный вопрос, да, готовы ли мы дальше терять время, деньги, потому что, скажем так, все становится дороже и дороже, здоровье, да, или все-таки настало время что-то поменять. Мы, сотрудники группы компании Skyway, нагло ли бы четко заявляем, что действительно пришла пора что-то изменить и, скажем, в голову человека, который вы сейчас видите на слайде, идея о том, что транспортные системы являются, скажем так, неэффективными, да, она, идея пришла еще в будущем, когда он учился в школе, да, потом он учился в высшем учебном заведении. И в итоге Анатолий Дарович Юницкий создал теорию неракетного освоения космоса, частью этой теории является струнный транспорт Юницкого, да, то есть струнные технологии, о которых мы с вами сейчас говорим. Анатолий Дарович Юницкий родился на территории бывшего Советского Союза, у него три высших образования на сегодняшний день, одно из них касается непосредственно транспортного отрасли, инженер транспорта, да, далее это проектирование строительства высотных зданий, инфраструктурных сооружений и образование в сфере патентоведения. Он за время разработки своей технологии, на сегодняшний день ни много ни мало, это 42 года, начиная с 1977 года, руководил дважды проектами организации обменных наций, стал членом Федерации космонавтики СССР в 80-х годах прошлого столетия, у него была организована конференция по неракетному освоению космоса в 80-х годах в городе Гомеле, тогда еще бывший Советский Союз, да, у него более 150 различных изобретений авторских и более 20 монографий, 200 научных работ, с которыми вы можете ознакомиться на том сайте, который я вам сегодня называл уже, да, www.unitsky.com. Все свои знания и опыт, которые были приобретены за долгие годы инженерной деятельности, как конструктора, человека, который работал в сфере патентоведения, он сегодня использует непосредственно в реализации своей технологии. Как я вам сказал, на сегодняшний день вот эта идея, да, движением направления реализации струйной технологии насчитывает, ну, ни много ни мало, 42 года. Хотя для внедрения крупных, скажем, инновационных технологий в человеческую жизнь порой уходило и не одно столетие. Все начиналось в Советском Союзе, и тогда единственный способ получить финансирование для реализации технологий было это обращаться к государственным структурам, это администрация различного уровня, да, это, скажем так, научные круги и так далее. С 91-го года, помимо государственных структур, администрации различного уровня, чиновичьих кабинетов, Анатолий Дарович Шерницкий стал общаться с людьми мира бизнеса, которые могли бы выделить денежные средства для того, чтобы построить тестовый участок, где можно было продемонстрировать возможности технологии, сертифицировать транспортные системы, которые создаются по технологии струнного транспорта и выйти на строительство дорог в целом ряде регионов. И, кстати, была попытка, точнее не попытка, успешная, я считаю, попытка, да, с 2001 по 2009 год Анатолия Даровича Юницкого, благодаря финансированию, но в первую очередь, которую выделил губернатор Красноярского края Александр Лебедь, в Подмосковье был тестовый участок, полигон, как говорил сам Анатолий Эдуардович, и мы это называем, да, в подмосковном городе Озера, где технология была продемонстрирована миру впервые. То есть, именно в это время в большом количестве средств массовой информации, как печатных СМИ, которые тогда для нас были привычны, да, тогда интернет был не настолько разный, как сегодня, телевизионные каналы регионального телевидения, центрального телевидения, рассказывая о технологии, разработанном Анатолий Эдуардовича Юницким, были тематические передачи на восьмой формат телевизионных каналов, да. Был целый ряд мероприятий, в которых Анатолий Эдуардович принимал участие, где демонстрировал свою технологию. Это все, что касается мира транспорта. То есть, за это время Анатолием Эдуардовичем был получен целый ряд, скажем так, дипломов, грамот, да, золотых медалей, наград, две золотые медали ВВЦ, две премии «Золотая колесница». То есть, технология была продемонстрирована миру уже в начале 2000-х годов. К сожалению, скажем так, воплощение в том виде, в котором вы сейчас видите, да, и то, к чему мы сейчас двигаемся, не случилось в тот момент, но сейчас мы очень близки к тому, чтобы наконец-то начать воплощать жизнь идеи Юницкого и строить вот такие линейные города. Линейные города, в которых люди смогут жить на лоне природы, в шаговой доступности у них будет транспорт, который легко интегрирован в инфраструктуру данных городов, транспорт, который сможет быстро, комфортно, за гораздо меньше деньги, да, доставить людей в разные уголки собственного региона, области страны и даже, можно, скажем так, нагло заявить и международный высокоскоростной SkyWay, о котором мы с вами сегодня еще поговорим. То есть, линейный город – это город кластерного типа, где в крупных высотных зданиях могут находиться и торговые центры, и офисные центры, то есть, люди могут работать недалеко от дома, да, а сами в пяти минутах ходьбы проживать в комфортных коттеджах, в семейных домах, да, которые созданы также, как называется, умный дом, и скоро он, кстати, будет продемонстрирован специалистами нашей компании на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Концепция струнного транспорта, она затрагивает все сегменты транспортного рынка, это городской транспорт со всей инфраструктурой, да, это грузовой транспорт SkyWay со скоростью до 120 и даже 150 км в час, и это высокоскоростной международный SkyWay. То есть, можете себе представить, что вот такие здания пересадочных пунктов, вокзалов будут построены в наших городах, и транспорт сможет перемещаться внутри города со скоростью от 50 до 150 км в час по мере необходимости. Провозная способность данных линий, да, если мы будем говорить, например, о 14 местных юдибусах, которые вы сегодня еще увидите на нашей презентации, будет составлять порядка 50 тысяч пассажиров в час на одном транспортном плече. То есть, это соизмеримо с одной линией московского метро, да. Важно отметить, что данная путевая структура легко может встраиваться в инфраструктуру уже построенных городов. То есть, землеотвод необходимый для создания трассы SkyWay в сотни раз меньше, чем для строительства обычной автомобильной дороги. Да, и данный транспорт может размещаться над теми дорогами, которые сегодня мы уже построили. Высота транспортной путевой структуры может составлять от нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков и сотен метров. То есть, данная технология позволяет строить такие путевые структуры. Высокоскоростной SkyWay – это тот вид транспорта, который сможет перемещаться фактически с самолетной скоростью до 500 и более уже километров в час. Высота опор, как правило, данной путевой структуры будет составлять от 6 до 10 метров на поверхности земли. Длина пролета – это между ланкерными опорами, которые несут основную нагрузку при передвижении транспортных средств может составлять от одного километра и более на сегодняшний день. Стоимость одного километра такой дороги, в зависимости от сложности исполнения, в зависимости от рельефа местности, может составлять от 2-3 миллионов долларов до 5-7. Что значительно дешевле, чем строить, например, просто автомобильные высокоскоростные магистрали либо высокоскоростные железнодорожные магистрали, тот путь, по которому сегодня идет целый ряд ведущих стран мира, где километр дороги стоит порядка чуть ли не 100 миллионов долларов США. Сравните, чуть ли не 100, в 50, в 40, в 30 раз дешевле, чем строить высокоскоростные железнодорожные магистрали. Что из себя представляет транспорт SkyWay? Первая часть – это инновационная путевая структура, которая поднята над землей. Кстати, относясь с точки зрения безопасности, мы с вами говорили, самое главное, наверное, отличие от всех транспортных систем, которые мы сегодня знаем – разведение транспортных потоков и потоков пешеходов. То есть транспорт будет поднят над землей, люди совершенно спокойно смогут гулять по поверхности планеты, здесь нет перекрестков, здесь нет пересечения транспортных линий, соответственно, это уход от того, что могут столкнуться транспортные средства. Вторая часть – это инновационный подвижной состав. Сегодня вы видите видеоролик, в котором показаны те образцы транспортных средств, которые сегодня созданы. И, конечно же, инновационная инфраструктура, которая в себя будет включать здания вокзалов, пересадочных пунктов, здания, скажем так, погрузочных, разгрузочных, грузовых терминалов, потому что, как я вам сказал, технология SkyWay рассчитана на, точнее, захватывает все сегменты транспортного рынка. Как я вам говорил, то, что поначалу развитие технологий зависело от того, выделит ли денежные средства государство под названием СССР, потом, скажем так, выделит ли какие-то государственные структуры, либо частные бизнес-структуры деньги на развитие проекта. Ну и, скажем так, одним из успешных, как я вам сказал, стадии развития технологий под руководством Анатолия Дарчевницкого был полигон в подмосковном городе Озер, где была продемонстрирована технология и, скажем так, второе поколение технологий SkyWay было показано миру. Но, к сожалению, все это закончилось тем, что полигона в подмосковном городе Озер не стало. И вот с 2014 года, точнее, в конце 2013 года Анатолий Дарчевницкий со своим партнерами принял решение оценить все те его наработки, касаемые данной технологии. Интеллектуальная собственность Юницкого, она была оценена в сумму свыше 400 миллиардов долларов США. И было принято решение финансировать строительство, на что, в принципе, сегодня привлекаются инвестиции. Очередного теста участка либо полигона посредством народного инвестирования. Анатолий Дарчевницкий обратился к обычным людям, неважно в какой стране они проживают, что есть такая технология, что вы можете стать собственниками данной технологии, приобретя для себя, скажем так, какое-то количество долей на очень выгодных условиях, с высоким дисконтом. И в момент старта нашего проекта в 2014 году уровень доходности, либо дисконт, отличие стоимости, скажем так, долей на тот момент от номинальной стоимости, а номинал каждой отдельной взятой доли считается равным 1 доллару США. Вот это стартовые позиции, с которых началось движение нашего проекта в 2014 году. Был разработан 15-этапный план как вектор развития компании, то есть каждый из этапов развития технологии в себя включал необходимый объем работ, который нужно было выполнить для того, чтобы приблизить момент демонстрации и сертификации необходимого количества транспортных средств, путевых структур, для того, чтобы в дальнейшем после сертификации приступить к строительству дорог в тех местах, где данная технология востребована. А на сегодня мы с вами знаем, что каждый день практически ведутся переговоры о потенциальном строительстве дорог в разных уголках земного шара. У нас с вами идет строительство, где мы с вами сегодня еще об этом поговорим. Итак, каждый этап имеет свой уровень доходности, имеет свой дисконт. Всего этапа в 15, сегодня мы находимся на втором подэтапе тринадцатого этапа, по сути дела, сегодня первый день. Об этом мы с вами поговорим во второй части нашего вебинара. Суть развития нашего проекта заключалась в том, что необходимо было спроектировать участки дорог Skyway, необходимо было их построить, необходимо было продемонстрировать виды транспорта и непосредственно саму путевую структуру, завершить строительство тестового участка, тестового полигона, сегодня это называется Экотехнопарк и приступить к внедрению технологий в тех местах, как я вам сказал, где данные технологии востребованы. Итак, друзья, первые инвестиции в наш проект по схеме народного инвестирования пришли в 2014 году в январе. В начале 2015 года группа компании Skyway определилась с участком местности, за которой принято решение было побороться. Необходимо было на аукционе, скажем так, выиграть позицию, то что данный участок будет принадлежать группе компании Skyway. И в июне месяце 2015 года состоялся аукцион, на котором право владения на долгосрочном владении данным участком, площадью 36 гектар почти, недалеко от города Марина Горка, в Пуховичском районе Минской области, закреплено за компанией струнной технологии, которая сегодня является частью группы компании Skyway. И это, наверное, основная компания, которая занимается непосредственно разработкой и реализацией технологий. Компания Skyway Capital, мы о ней еще будем говорить о второй части, презентация этого проекта сейчас как раз и происходит, является компанией, задачей которой это привлечение инвестиций с целью финансирования строительства экотехнопарка, с целью проведения сертификационных работ и введения технологий на мировой транспортный рынок. Итак, в июле месяце начались первые работы на территории экотехнопарка, в августе началось осуществляться строительство экотехнопарка, как я вам сказал, недалеко от города Марина Горка, где-то в 60 километрах от города Минска. То есть основное предприятие наше, реализующая технология, у нас находится на территории Республики Беларусь. За это время работы нашего предприятия было получено 77 патентов и сертификатов на путевую структуру, подвижной состав. Это сделано с целью защитить интеллектуальную собственность, прежде чем выходить на строительство дорог в разных уголках земного шара. Эти патенты и сертификаты были получены специалистами компании, скажем так, от государственных структур таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия. 11 сертификатов и патентов Евросоюза. Это Япония, это Китай, это целый ряд стран СНГ, собственно, Россия, Беларусь и еще целый ряд стран. Помимо того, огромный объем работы был проведен на крупных международных транспортных форумах и выставках. То есть первое участие в крупном международном транспортном форуме группа компании SkyWay непосредственно сотрудники предприятия структурной технологии приняли в 2016 году в сентябре на крупном транспортном форуме, который проходит раз в два года, на котором представляют, скажем так, свои ноу-хау и разработки представители в первую очередь рельсового транспорта, то есть там процентов 95, наверное, всего, что представлено касается рельсового транспорта. Это железная дорога, метро, да, это пригородные поезда и так далее, и так далее. Так вот, первая выставка с участием специалистов нашей компании, крупный транспортный форум, был Инотранс-2016. И после него уже, скажем так, порядка двух десятков мероприятий, на котором была продемонстрирована технология, где мы имели свои стенды и мы имели большой успех. Много вопросов вызывало, скажем так, что из себя представляет данная технология. Очень огромный интерес у представителей транспортного отельства, у представителей, скажем так, руководителей регионов целого ряда стран и континентов, да, потому что на данных форумах, как правило, присутствуют люди со всех пяти континентов, которые есть на нашей планете. Ну, я перечислю несколько выставок, на которых принимало участие ключевых, наверное, представители нашей компании. Это такие выставки, как «Белорусская транспортная неделя» 2016-2017 года, да, то есть это были первые выставки. Это «Транспорт России» 2016-2017, это «Смарт-сити-индия» 2017 год, это «Рывы тех Индонезии» 2017-2018 год, да, это выставка, которая прошла в Индии под названием «Смарт-сити» в 2017 году, и после которого вы увидите здесь на слайде, да, Анатолий Дуарчанинский удостоился уединции одного из духовных лидеров планеты «Далай-Ламы». Вот. То есть каждая выставка внесла свою лепту в развитие нашей технологии, потому что все большее количество людей узнавали о том, что из себя представляет данная транспортная система, да. И после, кстати, данных мероприятий зачастили различные делегации на территорию нашего конструкторских бюро, которые в городе Минске у нас находятся, на территорию экотехнопарка. Непосредственно, скажем так, приезжали делегации различных научных структур, да, обучающих организации, ведущих университетов транспортного отраса Белоруссии, России и не только. Вот. Потому что данная технология вызывала огромный интерес и, скажем так, посещаемость наших стендов была на одном из самых высоких уровней на всех транспортных форумах. Конечно же, очень важная роль на сегодняшний день отведена нашим производственникам, которые трудятся, как мы говорим, в тылу, да. То есть у наших, в наших конструкторских бюро разработана собственная линейка двигателей мотор-колесо, которые используются на наших транспортных средствах различной мощности, да. Используются новейшие, скажем так, разработки в сфере применения новых материалов. Новейшие станки, некоторые из них, которые находятся на производстве SkyWay, фактически в единичном экземпляре на территории Республики Беларусь. Используется новейший программное обеспечение фирмы Dassault Systems, которая называется 3D Experience, это индустрия 4.0. Кстати, об этом было отмечено в итогах, да, развития 2018 года. И основные вехи, скажем так, в развитии человечества, подсамольская правда отметила то, что компания струнной технологии Республики Беларусь использует в разработке своей транспортной системы программное обеспечение 3D Experience. Ну и, конечно же, делегации, о которых я вам говорил, да, тут всего несколько слайдов, точнее фотографии, гораздо больше. Вы можете зайти в новостной раздел нашего сайта и обнаружить, что вот каждую неделю фактически приезжают делегации с разных круглаков земного шара. Буквально на прошлой неделе были представители Грузии. Мы ждем интервью Михаила Тереченко, который руководит нашей информационной службой нашего белорусского предприятия, да, с одним из руководителей железных дорог Грузии, да, который посетил вместе с делегацией на прошлой неделе территорию Экотехнопарка, были, скажем так, на наших производственных площадях. Вот. И что еще хотелось бы отметить на сегодняшний день, мы в конце, наверное, презентации нашей технологии, скажем, какое количество сотрудников и так далее, очень важный момент. Смотрите, в 2014 году началось привлечение инвестиций посредством народного инвестирования от обычных людей, да, в мае месяце 2014 года единственным сотрудником КБ, да, и нашего научно-производственного предприятия являлся Анатолий Дарченицкий, генеральный конструктор. Сегодня наше предприятие очень развивается, как говорится, бурными темпами, да, у нас растут отделы, занимающиеся непосредственно разработкой транспортных средств, архитектурный отдел там и так далее, да, и у нас уже есть, как мы говорим, собственные здания, собственные производственные площади, значит, на момент старта нашего проекта этого не было ничего. Это, наверное, сказано к тому, что часто в интернете появляются статьи от людей, которые не разобрались, да, которым просто лишь бы что-то написать за свои слова, не отвечая, что вот ничего не создано и так далее, так далее. Кстати, что создано, вы увидите своими глазами сейчас на нашем вебинаре. Средства массовой информации, где-то начиная с начала 16-го года, да, все чаще и чаще в средствах массовой информации, причем это печатные здания, это, скажем так, красивые журналы и даже от транспортной отрасли в том числе, да, то есть журнал, скажем так, Министерство транспорта Российской Федерации размещал информацию о развитии технологий. Это интернет-порталы крупные, телевизионные каналы, радиостанции, да, все чаще и чаще стали говорить о том, что в мире развивается новая транспортная технология, которая все ближе и ближе к своей реализации. Положительных отзывов становится все больше и больше, опять же, я думаю, никого это сильно не затруднит, зайти на новостной раздел наших сайтов и отлистать, скажем так, одну, вторую, третью неделю назад, и вы увидите информацию о том, в каких печатных изданиях, что о нас написали и так далее. Важный момент, на котором, опять же, хочу заострить внимание, все, что сегодня происходит, все, чего мы добились, это благодаря тому, что когда-то какое-то количество людей поверило Анатолию Даровичу Миску, что он может разработать, точнее, у него в руках есть транспортная технология, которая изменит жизнь человечества к лучшему. И какое-то количество людей стало совладельцами долей нашего проекта, стало, скажем так, нести информацию своему окружению, что любой из людей, проживающих на нашей планете, может стать совладельцем данной технологии, на выгодных условиях и в будущем, скажем так, получить от этого серьезный источник дохода. Что важно отметить, то, что каждый год руководство компании отчитывается о проделанных успехах на таких событиях, как экофестивали нашей компании. Помимо того, что в новостях огромный объем информации, каждый год несколько тысяч человек приезжают на территорию экотехнопарка, который у нас строится, как я вам сказал, в Минской области, в Республике Беларусь. То есть, если на первом экофестивале было порядка 800 человек, которые увидели расставленные промежуточные опоры трассы SkyWay, то на втором уже, скажем так, в действии были продемонстрированы транспортные средства, а на третьем экофестивале первые несколько тысяч человек смогли прокатиться внутри транспортных средств SkyWay. Почему? Потому что они были сертифицированы на тот момент, и появилась возможность, скажем так, осуществить прокат людей, тех, кто инвестировал свои денежные средства цивилизации технологий, чтобы лично убедиться, что из себя представляет транспорт, находясь внутри этого транспортного средства. Помимо всего прочего, люди, помимо того дохода, о котором я уже сказал, помимо, скажем так, дохода, который можно получить в процессе развития нашего проекта, чувствуют действительно сопричастность моральную, духовную к проекту, который принесет очень серьезные изменения в жизнь человечества в целом. То есть у нас есть компания, так называемая «Звездное небо SkyWay». Те люди, которые стали совладельцами пакетов долей группы компаний SkyWay до конца апреля 2017 года, получили возможность увидеть на потолке нашего музея, который находится там же в Марьиной Горке, свои фамилии и имена. То есть их имена были увековечены как инвесторов, которые пришли в данную технологию на начальном этапе. То есть те люди, которые первыми внесли серьезную лепту в развитие данной технологии. Все, что, как я вам говорил, создано на сегодняшний день, что это? Первое – это строительные работы, которые ведутся у нас, продолжают вестись на территории экотехнопарка. Это создание транспортных средств, элементов путевой структуры. Это те самые выставки, в которых мы принимаем участие в разных уголках земного шара. Все это пришло благодаря тому, что люди в 2014 году и позднее, которые шли уже за ними, поверили Анатолию Даровичу Юницкому и стали совладельцами данного проекта. На наших вебинарах мы рассказывали о транспортных средствах, немножко какие у нас есть, чего мы добились. И вот для тех, скажем так, сомневающихся людей, которые думают, что нам нечего показать, что за это время ничего не создано. Специалистами нашей компании, видеоотдела, был создан ролик, который демонстрирует транспортные средства SkyWay в движении, те, которые сегодня не компьютерная графика, как это было, например, 3-4 года назад, когда мы только стартовали и показывали ролик, например, Транснета, что из них представляют технологии и так далее. Сейчас я хочу вам включить ролик, который продемонстрирует транспортные средства нашей компании, которые сегодня созданы, большинство из них сертифицировано. И это то, чего мы добились за те 3-4 года движения нашего проекта по планете. Итак, друзья, видеоролик о транспортных средствах SkyWay. После этого мы с вами, скажем так, подведем итог рассказа о технологии и поговорим уже немножко об инвестициях в нашу технологию, что необходимо сделать, какие шаги предпринять, ну и о тех успехах, которых мы уже на сегодняшний день имеем. Итак, друзья, видеоролик о транспортных средствах нашей компании. Я на время вас оставлю. Приятного просмотра. Ну и не прощаюсь. Те вопросы, которые у вас возникают, глядя на ролик сейчас, вы можете записать все на листке бумаги, либо там в блокноты и так далее, и озвучить их в нашем чате, либо в чатах соцсетей по окончанию рассказа, когда придет время, скажем так, отвечать на вопросы. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Mercedes-Benz. Братья Райт, да, вот мы сегодня с вами имеем авиацию, огромное количество, скажем так, авиакомпаний, куча аэропортов там и так далее, и так далее, и так далее. Немногим более 100 лет назад, то есть впервые был осуществлен полет параплана, который тяжелее воздуха, пролетевшего там несколько десятков метров. К сожалению, скажем так, видение этих людей, братьев Райт, да, их финансовое состояние на тот момент было таково, что они практически не развили данную технологию и умерли практически в состоянии банкротов. Но благо появился такой человек, это господин Боинг, да, который разглядел в данной технологии огромные перспективы. Сегодня летает огромное количество самолетов, сегодня компания Боинг одна из ведущих в авиапромышленности, да, и потомки Боинга, как я вам уже говорил, чувствуют себя очень здорово, очень эффективно. Компания астронной технологии, группа компании Skyway, то есть компания, которая признана на территории того государства, в котором у нас находятся основные производственные мощности на сегодняшний день, это Республика Беларусь. В 2017 году группа компании Skyway стала членом союза строителей Республики Беларусь и стала членом торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, да, то есть по сути дела имея все разрешительные документы, сертификаты на проведение всех видов работ, от разработки элементов путевой структуры и транспортных средств Skyway, да, до конечной реализации строительства. Сейчас практически нет нужды обращаться компаниям, подрядчикам, чтобы они выполняли какие-либо работы. Ну, за исключением, может быть, пока еще там металлопрокаты и так далее, которые используются в элементах путевой структуры. То есть компания признана на территории того государства, где ведется основная деятельность в плане реализации технологии. На сегодняшний день, вот как я вам уже сказал, да, в 2014 году, в мае месяце 2014 года, был единственный сотрудник нашего научно-производственного предприятия Анатолий Дарчевницкий. Сегодня более 800 сотрудников на наших предприятиях, да, у нас есть целый ряд производственных площадей в собственности. У нас сейчас на территории, там, где у нас находится производство, строится еще новое здание. У нас есть собственный, скажем так, четырехэтажный офис в промышленном районе города Минска, недалеко от метро тракторный завод. То есть все это произошло за какие-то четыре года. То есть мы владеем уже активами, да, и те люди, которые приобрели себе пакеты долей компании, по сути дела являются собственниками всего того, что на сегодняшний день создано в предприятии структурной технологии. Кстати, по инвестиционному меморандуму нашей компании, в дальнейшем по мере реализации технологии получения компании прибыли, 20% да, вот тех денег, которые будут приходить в форме прибыли в нашу компанию, будет распределяться между теми людьми, кто поддержал технологию на начальных этапах ее развития. Вот те самые 15 этапов, о которых я вам говорил, да, и пока еще есть возможность стать владельцем технологии вместе с нами, скажем так, в дальнейшем пожинать плоды того, что создано сегодняшний день. То есть, по сути дела, технология, о которой мы говорили, да, ее можно многие до сих пор считают какой-то фантастической технологией будущего, для нас тоже технология настоящего. Данная технология может изменить в лучшую сторону финансовую составляющую жизни каждого из вас, тех людей, которые вас окружают, да, то есть сказки, возможно, которая сложилась в жизни людей, ставшими инвесторами технологии персональных компьютеров, которые когда-то инвестировали свои денежные средства в Apple, либо в Microsoft. Технология под названием Skyway войдет в нашу жизнь гораздо быстрее, чем технология под названием интернет. Это оценка не моя, это оценка финансовых экспертов, тех людей, которые имеют непосредственное отношение к сфере финансов, транспортной сфере, технологии, которые сегодня востребованы, и я вот нагло заявляю, мы сегодня, как никогда, близки к тому, чтобы идея, рожденная в голове Ницкого, в ближайшее время была реализована. Почему? Потому что в Объединенных Арабских Эмиратов после мероприятия, которое прошло в 2018 году, в апреле месяце, да, под названием Future City Show началось строительство дорог Skyway на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Как нам говорит руководство, то там не единственный проект, то есть несколько уже Эмиратов, на территории которых будет запланировано строительство дорог Skyway. Наша технология получила высокую оценку руководства различных Эмиратов и в целом страны, да, то есть наследный принц того же Дубая, да, лично отметил в своем блоге то, что это технологии, которые будут применяться на территории Объединенных Арабских Эмиратов. И у нас сейчас на территории Эмирата Шаржа строится инновационный центр Skyway, который будет являться частью умного техного города, который будет располагаться на территории этого Эмирата, Объединенных Арабских Эмиратов. Коллеги, каждый из вас сегодня может, скажем так, эту сказку сделать частью своей жизни, сделать ее быю, то есть обеспечить, скажем так, свое финансовое будущее, детей, внуков, да, потому что, как говорил Анатолий Дорчуницкий, данная технология будет приносить деньги тем, кто станет ее владельцами в ближайшие 100 лет. Что еще хотелось бы отметить, да, вы можете получать часть денег с того рынка, который продолжает динамично развиваться, и денежная емкость, например, транспортного рынка на сегодняшний день, это 4,8 триллионов долларов США. Амбиции, либо то, к чему стремится группа компаний Skyway, это 30-50% всего транспортного рынка в несколько, там, ближайшие десятилетия, это технология Skyway. Соответственно, часть этих денег может быть и частью денег, которым будет владеть и вы. Итак, друзья, мы имеем Экотехнопарк Марины Горки, все это создано благодаря тому, что когда-то какое-то количество людей приняло решение стать владельцами данной технологии на выгодных условиях, которые сегодня существуют, и они тоже выгодные, приобрели себе пакеты далее компании. Вот, и заслуга в этом тех компаний, которые были созданы в процессе развития нашего проекта, основная цель которых это привлечение денежных средств с целью финансирования строительства Экотехнопарка в Республике Беларуси. И одна из таких компаний, это компания Skyway Capital, по сути дела, презентация которых сейчас и проходит. Для того, чтобы понять, что из себя представляет, скажем так, движение вместе с нами в нашем проекте, какие возможности предлагает компания Skyway Capital, можно сделать очень простой шаг. Зайти по реферальной ссылке человека, который вас пригласил, либо, скажем так, ссылки, которые вы могли найти в интернете и сегодня будет на нашем вебинаре, да, зарегистрироваться в личном кабинете партнера и там получить полный объем информации, где есть, скажем так, необходимая документация, рассказывающая о том, что мы из себя представляем. То есть, по сути дела, у вас в руках будет очень удобный инструмент, позволяющий стать совладельцем данной технологии. Мало того, у вас появится возможность общаться с технической поддержкой, которая существует на нашем сайте в личном кабинете в формате 24 часа 7 дней в неделю и получать консультацию отдела информационной поддержки, который находится у нас в офисе в городе Москва. На нескольких языках специалисты данного отдела могут вас проконсультировать, что из себя представляет компания, технология, каким способом вы можете, скажем так, проинвестировать в нашу компанию и какой пакет на сегодняшний день вам было бы выгоднее всего приобрести. Итак, компания Skyway Capital, личный кабинет, то есть самый простой шаг как это регистрация. Я вам говорил, что всего существует 15 этапов развития технологии, то есть те 15 этапов, во время которых вы можете стать совладельцами данной технологии, чтобы в будущем получать серьезный источник дохода и получать те же самые дивиденды, например. И хочу сказать, что с сегодняшнего дня с нуля часов мы перешли на второй подэтап, тринадцатого этапа развития группы компании Skyway, и сегодня у нас дисконт поменялся. Если вчера он еще бы составлял от 1 к 16 на минимальном пакете стоимостью 15 долларов до 1 к 75 на пакете стоимостью 150 тысяч долларов, то сегодня вы видите тот дисконт, который уже действует на протяжении почти 18 часов 11 февраля 2019 года. Добавлю еще немножко, что на начальных этапах те люди, которые пришли в наш проект в 2014 году, несколько сотен, может быть, пару-тройку тысяч людей имели возможность приобрести пакеты с дисконтом 1-3 с половином тысячам. И буквально недавно компания осуществила, скажем так, отблагодарила первых инвесторов возможность обменять до 100 тысяч долей из своего личного кабинета на живые деньги, и некоторые люди воспользовались данной возможностью, получили уровень доходности по пакетам долей, которые они приобрели, 35 раз. Ну, ни много, ни мало. Итак, друзья, пакеты, которые есть внутри нашего личного кабинета, они, как говорится, на толщину любого кошелька, то есть по вашим возможностям, есть разовые пакеты, которые вы можете приобретать стоимостью от 15 долларов США и до 150 тысяч долларов. То есть каждый из пакетов последующий, например, стоимостью 30-50 долларов, 100-200-350, они имеют большую стоимость, соответственно, они имеют большее наполнение количества долей и больше дисконт, то есть большее уровень доходности. Помимо всего прочего, есть разные стратегии. Вы можете сразу купить себе пакет, и оформить его, скажем так, оформить договор по владению пакетом долей, либо вы можете выбрать возможность инвестирования посредством рассрочки. То есть у нас есть различные инвестиционные стратегии, у нас есть возможность приобретения пакетов долей в рассрочку на своих несовершеннолетних детей. И каким образом вы будете инвестировать, как вы поступите о том этапе, на котором вы будете инвестировать в наш проект, будете решать только вы, конечно же, с подсказки, скажем так, специалистов нашей компании, если таковой понадобится. Либо при помощи тех людей, которые дали вам информацию о развитии нашего проекта, пригласили на подобные мероприятия, дали вам возможность разобраться в технологии, в той возможности, которую предлагает компания Skyway Capital. У нас есть еще один инновационный инструмент, помимо инновационной технологии, это возможность создать свой собственный бизнес в рамках развития нашего проекта. Называется он партнерская программа Skyway Capital. Программа лояльности. И в принципе к этому можно по-разному относиться, но вы знаете, партнерские программы в различных направлениях ведения бизнеса существуют достаточно давно. И большое количество банков, страховых компаний тоже используют партнерские программы. Компания, развивающая мобильную связь и так далее, и так далее. Поэтому я вот к этому отношусь совершенно спокойно, даже рекомендую людям, если вы хотите, помимо всего прочего, чтобы получить доход, поддержать технологию, изменить ситуацию в мире транспорта, заработать денег уже сегодня, вы можете стать активным участником нашей партнерской программы. Благо она проста, имеет целый ряд преимуществ, в ней всего 6 квалификационных уровней, то есть это по сути дела карьерная листница, по которой вы можете расти с той скоростью, которую вы берете сами. Мало того, я добавлю, что одно, наверное, из важных преимуществ нашей партнерской программы это то, что для того, чтобы начать движение и зарабатывать деньги, вам предоставляется возможность только подписать партнерское соглашение, скажем так, и на первом этапе даже, скажем, необходимости вкладывания собственных денежных средств нет. То есть вы можете, ну, разные ситуации бывают, когда вы не имеете денег, когда денег нет совсем, но вы горите идеей, вы можете стать партнером компании, давать информацию своему окружению, приглашать на подобные мероприятия, на живые мероприятия, которые проходят у нас в разных городах и странах, люди, которые получат информацию, квалифицированные ответы на свои вопросы, регистрируются по вашей реферальной ссылке, на бонусный счет у вас накапливается ваше вознаграждение и для того, чтобы зарабатывать деньги, вам достаточно единожды осуществить приобретение любого из пакетов стоимостью от 15 долларов США, тогда у вас откроется возможность выведения денежных средств, то есть вы сможете зарабатывать. Либо увеличивать количество долей, увеличивать свой инвестиционный портфель в рамках нашего проекта. Как я сказал, квалификация 6. Важно отметить следующее, что одним из преимуществ нашего маркетинг-плана, который, в принципе, можно изложить вот в такой таблице, и многие из вас могут зайти в личный кабинет. У нас есть страница для партнеров, там нужно ознакомиться с положениями партнерской программы, скачать себе презентацию партнерской программы по уровням, вы можете разобраться, на каком этапе, какой процент вам будет начисляться. Одно могу сказать, что минимальный процент, который вы можете получать за рекомендацию непосредственно за привлечение людей в проекты группы компании Skyway, это 15%. Сумма довольно приличная и большое количество людей на сегодняшний день уже воспользовались возможностью как создать себе источник дохода, так и есть те, кто, скажем так, их очень много, успокоились на том уровне, когда вернулись свои инвестированные денежные средства, скажем, спокойно себя чувствуют. Кто-то активно продолжает развивать бизнес, кто-то, скажем так, ждет получения дохода в недалеком будущем. Маркетинг-план, как я вам сказал, накопительный. Все, что вы делаете, никогда не пропадает. У нас отсутствуют так называемые обгоны и потери структуры, то, что существует в мире MLM-бизнеса в большом количестве. У нас достаточно высокий процент, который вы можете получать от привлекаемых инвестиций, это где-то до 20% от тех денег, которые приходят благодаря действию вашей структуры. Выплата вознаграждения на достаточно высокую глубину в случае, если вы достигли высшей квалификации и стали топ-экспертом, это до 24 уровня. Ну и можно отметить, наверное, важное то, что в мире партнерских программ существуют далеко не везде. Партнерскую программу компании Skyway Capital можно отнести к партнерской программе мгновенных выплат. То есть вы, все, что создается в вашей структуре, практически мгновенно, вам начисляются денежные средства на ваш бонусный счет. Если там накопится необходимая сумма для вывода, у нас вывод осуществляется от 30 долларов США, если у вас есть на бонусном счете, вы эти деньги можете выводить. Итак, друзья, как я вам говорил, 15 этапов развития. Мы сейчас находимся на втором подэтапе 13 этапа. У нас осталось, скажем так, два с небольшим этапа. И инвестирование в технологии, по сути дела, сегодня закрыто уже порядка на 80%. То есть, о чем это говорит? О том, что сегодня самое время инвестировать свои денежные средства, скажем, ответить на вопросы тех людей, которые, может быть, слушали информацию год назад, два года назад, показать, чего мы достигли, и сказать, что, друзья, данная возможность не будет существовать всегда. Возможности сегодня стать человеком, который будет инвестировать куда бы то ни было, наверное, их много, потому что в нашей жизни появился интернет. То есть, вы можете стать и развиваться в направлении недвижимости. Но для того, чтобы получать серьезный доход на этом рынке, необходимо инвестировать очень серьезные суммы денег. Десятки, сотни тысяч долларов для того, чтобы через какое-то время, может быть, даже не через год, не через два, начать получать, как говорится, как говорят люди, откаты. Вы можете инвестировать в криптовалюты, потому что данное направление инвестиций развивается, наверное, активно последние 3-4 года. Но если посмотреть тенденцию того, что происходит на рынке сейчас, то он немножко затих по сравнению с тем, что было в 2017 году, когда фактически шел рост курса основных криптовалют, которые мы с вами на сегодняшний день знаем. Опять же, дальше вы можете инвестировать в акции компании, которые есть на биржах, и это ваше право. Но, как говорит Роберт Кийосаки, который написал не одну книжку про финансовую грамотность, я думаю, большинство из вас читали книжку «Богатый папа, бедный папа», он говорит, если у тебя нет свободных 20 тысяч долларов, которые ты не боишься потерять, то на фондовом рынке практически тебе делать нечего. Хотя, конечно, сейчас существует огромное количество фондов, огромное количество, скажем так, структурно-инвестиционных компаний, которые предлагают складчину, скажем так, большим коллективом инвестировать во что бы то ни было, они разбивают ваши инвестиции на 10-20 проектов, и какой-то из них будет прибыльный. Опять же, я говорю, что это ваше право. Важно понимать следующее, что проект, о котором мы говорили сегодня на данном вебинаре, это проект, который активно развивается, это технология, которая уже, по сути дела, внедряется сегодня. Мы строимся, как я вам говорил, на территории Беларуси, где у нас есть демонстрационный центр, где мы показываем, чего достигли за 4 года, и у нас уже началось строительство конкретных, скажем так, участков на территории Эмиратов, и дальше будет только больше. То есть, вы еще можете успеть стать совладельцем технологии на тех ранних этапах, о которых я говорил, но это не будет длиться вечно, поэтому решение за вами. Вот мы с вами добрались до момента, когда можно озвучить какие-то вопросы, если у вас такие появились. Спасибо, что на 3 с минусом оценили мою озвучку. Благодарю, Ильдар. Если у вас есть вопросы, пишите в чате у нас в Мирополисе, я сейчас гляну, есть ли у нас что-то в чатах в социальных сетях. Вот вопрос, касаемый электропитания, как получает самый малый по струнке, человек говорит, что он радиолюбитель, двигатель, мотор, колесо, который у нас на сегодняшний день встроен в несколько транспортных средств, то есть там есть аккумулятор, и двигатель, мотор, колесо. И сегодня целый ряд транспортных средств, основное, скажем так, количество транспортных средств, о которых мы сегодня говорили, снабжено собственными двигателями, мотор, колесо. Коллеги, по токенам, ну, вы знаете, первое время я говорил, да, о том, что вот мы ждем, когда будет информация, мы обязательно ее озвучим, и те, кто, скажем так, этой темой коснулся и осуществил обмен токенов на доли, получат информацию, виденную писем, которые придут на почту, да, что необходимо будет сделать. Пока я не обладаю этой информацией, мне специально никто не рассказывает, как отдельно взятому человеку, о том, что я себе представляю сегодня наши криптоплатформы, и так далее, и так далее. Какие временные рамки о готовности белой бумаги? Вот это тот же вопрос, по той же теме, коллеги, я не могу вам сейчас ответить, когда будет белая бумага, знаю, что над этим работают, знаю, что это рынок непростой, да, те из вас, кто внимательно следят за рынком криптовалюты, обратили внимание, что, как бы так, вместо ожидаемого роста, который был в семнадцатом году, там, и вот-вот начнет развитие, скажем так, снова активный рост криптовалют, но мы видим пока колебания на цене, которая потихоньку понижается. Дальше будет видно, да, но технологии блокчейн, как говорят специалисты мира финансов, и не только, да, это технология, которая, конечно же, будет развиваться, это не только просто, скажем так, какая-то спекулятивная стоимость криптовалют на крипторынке, вот, и криптоплатформа, компания Skyway, она разрабатывается, и как только будет информация, мы обязательно до вас доведем. Не люблю выдумывать, придумывать, что-то обнадеживать, да. Коллеги, что касаемо вопросов по Skyway Invest Group, лучше, что вы можете сделать, задать их на вебинарах этой компании, потому что мы к ним не имеем никакого отношения, вот, и, скажем так, у нас нет юнитов, поэтому я вам ответить не могу, Ленар. Так, друзья, вы знаете, ну, как предполагал вопрос такой, будет ли после 15 этапа закрытое инвестирование. Вообще, проект, который мы сегодня реализуем, да, и как он задумывался в 2014 году, это создание, строительство, испытательного полигона, тогда это называлось, тогда именно для этого привлекались денежные средства, это демонстрация технологии, сертифицирование транспортных средств, путевой структуры и всего того, что связано с технологией, вот как раз таки 15 этапов под это все и разбивались, да, на последних этапах развития технологии есть пункты, которые говорят о том, что проведение работ, переговоров о строительстве дорог в разных уголках земного шара. Сам проект задумывался так, что окончание 15 этапа будет говорить о том, что привлечение инвестиций посредством народного инвестирования будет прекращено. Другой информации не было. Соответственно, вероятность того, что после окончания 15 этапа вы уже не сможете приобрести доли компаний, которые могут вам приносить доход в дальнейшем со всех адресных проектов, ну, практически близка к 100%. Ну, вы знаете, почему бы на электромобилях SkyWay не открыть прокат городских авто? Ну, для того, чтобы осуществлять прокат городских авто, необходимо в тех городах, где это делать, да, построить путевую структуру SkyWay, то есть разработать конкретный проект, вот, дальше построить это все и так далее. В дальнейшем все будет видно, возможно, будет осуществляться и прокат, и так далее. Сейчас мы строим инновационный центр в Эмиратах, да, где в дальнейшем планируется строительство уже рабочих трасс SkyWay, ну, и дальше уже те адресные проекты, о которых разговор идет практически каждый день. Еще есть какие-то вопросы, друзья? На этой неделе будет у нас вебинар в среду, в 13.00, его будет проводить Алексей Суходоев, да, возможно, будет вебинар, потому что на прошлой неделе не состоялся вебинар Владимира Маслова в четверг в 19.00. Вот, если у вас больше нет вопросов ко мне сегодня, да, то я, наверное, на этом буду заканчивать сегодняшний вебинар. Хочу вас поблагодарить за то, что были сегодня на мероприятии. Успехов вам по ходу последнего месяца зимы этого года, да, ну, и здоровья, любви и денег вам. Спасибо за внимание. Всегда рад с вами общаться. Следующий вебинар состоится в понедельник в 17.00 по московскому времени. Спасибо огромное, коллеги. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok